Построенные детские сады и школы, невыплаченные пенсии, пособия, спад производства. Такими могут быть последствия ценевой экономики. Если предприниматели с каждым годом становятся все более изощренными в сокрытии реальных доходов, то контролирующие органы все более настойчивыми. В столице Чувашии прошел рейд «Ценевая заработная плата». Первая точка рейда – автосервис на проспекте тракторостроителей. По документам здесь два работника. Оба индивидуальные предприниматели и услуги клиентам оказывают сами. Вы работаете сами, но на одном месте? Да, да, вот это правильно. То есть и вы, а как вы получаете, например, вы сейчас ремонтируете машину. Как вы делаете доходы? Это я ремонтирую, он тонирует. И мы каждый проем декорацию. А, то есть у вас свой видус и направление, и у вас отдельно идет платить. Здесь все по закону, нарушений нет. И, пожалуй, на всем маршруте проверки – это единственное место, к которому нет претензий у налоговых органов. Остальные же рассказывали сказки и на ходу придумывали свои истории. Например, в рыбной лавке на Гастелло официально работает только сам хозяин. Вот только на месте его нет. Псёца заверяет, что помогает хозяину лавки не часто. А вот только постоянные покупатели ее знают хорошо. Хорошо? Девчонки поражутся. А вот эту жопу этого продавца уже неоднократно тоже у нее покупаете, да? Нравится, как она с вами работает. Ну, то есть она уже не первый год работает? Нет, я не знаю. Ну, ее давно видели бы уже. Да, я не знаю. Не первый день она? Нет, нет. Сам же хозяин утверждает, что один работает в лавке. Но вот незадача – на нем числятся две точки рыбной торговли. И тут и там быть одновременно он просто не может. Сколько у вас здесь работают посменно продавцы? Даже вот этот продавец, что не первый день. Скажите, а почему вы с ними не заключаете договора? Тут вопрос, как его? Решать, кто? Либо его сносит, либо оставляет. Не важно. Она же несет материальную ответственность. То есть вы ей доверили ваш товар. На каких условиях? На каких условиях? Просто взял и доверил. Людям надо верить, доверять. Целый букет нарушений и в кафе «Персия». Одно из них – отсутствие работников. По документам, все кафе обслуживают два человека – индивидуальный предприниматель Наботов и гендиректор ООО «Русь». Как они справляются с потоком клиентов для прокуратуры – загадка. В ходе проверки мы натолкнулись на двух сотрудниц кафе. А вот и разгадка. Обе они без трудового договора. В ходе опроса работников кафе «Персия» выявлено нарушение трудового законодательства. Так, с двумя работниками кафе «Персия» не оформлены трудовые отношения. А именно, не заключены трудовые договоры, не оформлены трудовые книжки. За это нарушение владельцам кафе может грозить приличный штраф, пока прокуратура возбуждает административное дело производства. А администрация города напоминает, что сотрудники сами должны быть заинтересованы в трудоустройстве. Нужно думать о будущем. Все зависит от официального стажа, от официальной заработной платы, будущей пенсии. Ну и потом вопрос по пополнению доходной части бюджета. Потому что если работодатель не оформляет трудовые отношения, соответственно, он со всех выплат не отчисляет никакие налоги. Ни НДФЛ, ни страховые взносы. По итогам проверки всех нарушителей пригласили на комиссию по легализации налоговой базы. На заседание они должны прийти с уже заключенными трудовыми договорами. Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика.